Всем криптопривет! Что за перепуганный вид? Ах да, неделя выдалась стрессовая, особенно для тех, кто совсем недавно решил войти в биткоин. Соберитесь тряпки! Никто не говорил, что будет легко, зато все говорят, что нас ждет светлое криптобудущее. Улыбаемся и машем, начинаем прощаться с платежными системами и независимостью криптовалют. Биткоин. О, сколько в этом звуке для сердца трейдера слилось. Да ничего, кроме нервов, слез, седых волос и инсультов. Самая популярная в мире криптовалюта на этой неделе побила все рекорды и антирекорды. Сначала забралась выше 11 тысяч долларов, а потом потеряла больше двух тысяч, рухнув почти до 9. Падение более чем на 18% связывается с боем на криптобиржах. Оказывается, рекордная посещаемость положила их сайты на лопатки. Стоп! А что же будет со всеми нами, когда биткоин достигнет обещанных 25, 40 или 100 тысяч долларов и все побегут его продавать? Зависнет весь мир? Вот когда пузырь может лопнуть следом за некоторыми серверами. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли сообщил, что ФРС пока не ведет работу над созданием цифровой валюты, но при этом активно размышляет на эту тему. Этот Дадли невзначай дровишек подкинул, да так, что во время этого комментария биткоин начал расти, как на дрожжах. А знаете почему? Потому что был дан сигнал, что жадность америкосов и желание быть от всех и вся независимыми очень быстро заставит думы ФРС стать явью. И будет у США своя крипта. Интересно, кто будет первой? Ну, вы понимаете. В Штатах идет настоящая война бирж за первенство торговли криптой. В драку ввязалась биржа NASDAQ и слила через источники, знакомые с ситуацией, что в первой половине 2018 года она намерена уже вовсю торговать фьючерсами на биткоин. Эта дележка шкуры неубитого криптомедведя имеет весьма конкретную цель. Идет подготовка общественного сознания к тому, что рынок криптовалют станет таки регулируемым, хоть и не напрямую. Таких вот падений курса, как давеча при торговле на бирже, уже точно не будет. Сегодня был вбит первый большой гвоздь в крышку гроба традиционных платежных систем. У Мастеркард, Виза и Свифт и раньше нервы не к черту были, а сейчас они и вовсе в глубоком обмороке. Осуществлен первый перевод денег по системе блокчейн между Альфа-банком и Сбербанком. Результатом все довольны. Процесс всем понравился. Хотят еще. Вот так вот был переведен 1 миллион рублей, принадлежащий компании Мегафон. В обход всех посредников и без комиссий. Мгновенно. Так что платежным системам нужно либо срочно менять архитектуру платежей, либо паковать вещи. Hello Group запустила первый банкомат биткоин на Кипре в Лимассоле. Устройство недолго мудрствуя поставили прямо на прилавке кафе. А что, купил шаурму и тут же прикупил биткоин? Тем более, что организаторы обещают безопасность покупки и самые выгодные цены. Ведь этот банкомат напрямую, через чулан на кухне, связан с мировыми криптовалютными биржами. Для покупки биткоина нужно, чтобы криптобанкомат сосканировал QR-код криптокошелька прямо со смартфона. И все. Надо признать, отличный маркетинговый ход. Криптовалюта необходима нам, как еда. Вот какое будущее нам светит. Все. Пойду подкреплюсь, пока аппетит не пропал. И вы крепитесь. Читайте наши прогнозы, они сбываются. И подписывайтесь на наш канал. Увидимся в декабре. Пока.